в эфире хоккейный овертайм сегодня в программе первые матчи динамо в юбилейном сезоне кхл наверное процентов уже 90 точно сыгрались вы живете видите что и вот так и хорошо комбинируем и в обороне тоже нормально играем ярослав чупри строит новый шахтер сила в команде эта команда была лида не будет мириться с ролью аутсайдера мы будем биться за восьмерку цели поставлены георгий анаркулов об успехе своей бывшей команды витебска ну мы сюда за другим кубком приехали наша ведущая виктория гриб всем привет в ближайшие минуты ваш интерес всецело захватит хоккей минская динамо начала регулярный чемпионат континентальной хоккейной лиги домашней серии после двух побед на старте над барысом 4-3 по булитом и авангардом в 6-3 последовало поражение от салават юлаева 2-4 разбираемся в деталях обычно не бросаю в таких ситуациях но в этом году понял что нужно это делать чаще соперники привыкли к тому что я больше нацелен на пас они играют пассивно со мной и у меня появляется возможность для броска для них это в некотором смысле сюрприз я доволен что мои действия помогают команде чем лучше я буду играть и чем больше очков буду набирать тем больше шансов у команды на победу очевидная закономерность согласитесь но замечу хорошо работает пауэрплей чего не скажешь про игру 5 на 5 ее нужно улучшать имея таких исполнителя и легионера в составе динамо просто обязана быть эффективна в большинстве и действительно первая бригада реализации исключительно североамериканская пока оправдывает надежды и пока удачным следует признать подписание в последние дни межсезонья защитника джозефа душа к которого как раз брали под большинство 4 асиста американца лучшее свидетельство сказанному на адаптацию времени не потребовалось я думаю что положительно все равно хорошие соперники у нас были и со всеми показали достойную игру принципе команда хорошо слаженно действует все 60 минут играем неплохо и работает большинство это тоже один из таких немаловажных факторов я думаю что наверное на процентов уже 90 точно сыгрались вы же видите что и в атаке хорошо комбинируем и в обороне тоже нормально играем точно так же как мы привыкли к тому что мастера варяги будут делать большинство знаем и о других отличительных особенностях команды крэйга вудхофта которая зачастую тянут динамо вниз проблемы с дисциплиной порой необъяснимые штрафы некоторые из которых видимо является издержками агрессивного энергозатратного хоккея это раз и два слабое меньшинство удаление в поединке с уфой пакета меркли и емелин он пока не в духе оправдать сложно именно они привели поражению не знаю может быть немножко стали не дисциплинированно играть вообще в принципе и как-то может упустили нить игры начали холодно как-то играть и поэтому начали удаляться перестали выполнять план на игру может быть поверили в себя раньше времени и допустили вот эти удаления столько много удалений какое бы не было хорошее меньшинство сложно выстоять все минуты которые мы получили плохая игра для нас не получилось ничего толком сделать много удалений играя столько в меньшинстве невозможно победить 4 очка из 6 это неплохой результат но конечно впечатление от домашней серии смазал сегодняшний матч но сезон длинный уверен мы исправим эти недочеты опять же ничего удивительного и нового что результат в динамо делают иностранцы из одиннадцати минуских шайб лишь в двух поучаствовали белорусы по ассистентскому баллу себе в копилку положили владимир алистров и игорь мартынов которые получают практику в двух первых звеньях команды и вудкрафт ими доволен особенно алистровым который вдобавок передачи исполнил победный буллет во встрече с барысом голкипер алексей колосов отметился несколькими эффектными сейвами особенно во встрече с авангардом однако его общие показатели за три матча не самое лучшее процент отраженных бросков например ниже 90 ну а что тут поделаешь в обороне динамо играет не слишком строго и надежно так хоккей это же игра ошибок в любом случае когда ты ошибешься и в обороне естественно эти ошибки более видны потому что в обороне если ошибся то это сразу опасный момент если в атаке ошибся так ничего страшного у нас молодая команда я считаю что молодежь неплохо работает и проявляет себя делать то что требует тренерский штаб опять же чемпионат только начался будем надеяться что в дальнейшем и молодые игроки и все мы станем лучше 4 очка да неплохо однако у прямых конкурентов в борьбе за место в плей-офф старт выдался еще лучше например спартак и витязь начали чемпионат с трех побед и динамо пока находится вне восьмерки прозрачный намек на то что конкуренция будет не такой низкой как мы думали впереди у минчан четыре выездных поединка с микси химиком северсталью и дважды агбарсом овертайм продолжает рассказывать о межсезонных изменениях клубах экстралиги сейчас в центре вашего и нашего внимания окажется солигорский шахтер его тренер ярослав чуприс и хоккеисты оценят трансферную кампанию объяснят причины провала в кубке солея и заявят что сила команды в команде шахтер топ-клуб с топ-спонсором но титулов у него крайне мало это как бельмо на глазу никого в солигорске не должно устраивать и не устраивает как показала межсезонье когда после очередного проигранного полуфинала была устроена настоящая кадровая перезагрузка многие хоккеисты с именем легионеры не давшие результат команду покинули было так решено и тренерским штабом и близко с руководством что команду нужно обновить постараться вернуть хоккеистов среднего возраста лимитчиков скажем так регламентных хоккеистов которые играли там в россии в казахстане где-то плюс к этому естественно сменить легионеров потому как но не сработали все наверное те надежды которые были возложены на те кто был в команде какая-то часть этого получилось какая-то часть не получилось то есть хоккеисты там в лице карабанья барана борисова и останкова так их они удалось вернуть потому что они приняли решение двое в казахстане один на высшей лиге где-то определенная перестройка идет но как бы это где-то да сложновато но в этом плане интереснее где-то создавать опять коллектив и поэтому будем работать чтобы была команда опять же притирка жена и все равно еще остается то есть и где-то даже еще звенья пытаемся найти какую-то химию так что я думаю дальше будет лучше в качестве стержня нового коллектива избрали и сохранили стефановича жидких малиновского назначили капитаном переманили важных игроков прошлогоднего витебска кузьмина наркулов гимбатов подписали бомбардиры разводовского вернули в беларусь защитников важного среднего возраста мажугу герасченко недавно заключили соглашение сознахаренко который будет целегорский ждать предложений из кхл легионеры молодой форвард паранин опытный оборонить желтоков в общем как видим состав вновь собрали солидный по фамилии если у нас но ребята кто и постарше как бы которые остались в принципе я думаю что у нас бы нормальная коммуникация с молодыми игроками которые в принципе они слушают и я думаю что где-то сплав старости и молодости я думаю что должны принести плоды не забивной нападающий но это лидер по своей сути по по льду не по словам да ну как бы он боец он командный игрок он связующее звено до которая с молодыми и всегда надо на место поставить проучить да не будет от никогда отмалчиваться в какой-то тяжелой ситуации которые были у нас сейчас то есть ну да будет говорить будет говорить правду там стефанович жидких да то есть ну миша бомбардир сани жидких это ну дядька да такой который все равно своим примером опять же на льду будет показывать что нужно биться всегда до конца да чуть-чуть ему может час не хватает там той остроты может быть в атаке но опять же игра меньшинстве его самоотдача не вызывает никаких вообще то есть ну скажем так момента вот так шаг за шагом потихонечку мы должны сейчас вот это вот все сплавить скажем так но все кто был все кто новое все кто может быть еще будет рассматривали много вариантов были выхл как бы какие-то предложения но я с агентом поговорю что хочу остаться здесь именно да именно беларусь и а шахтер ну почему-то симпатизировал больше мне шахтер в разнице с вхл как бы я не чувствую по ну единственное там получается немножко хоккей другой там идет более оборонительный здесь более атакующий мне больше атакующий нравится в то же время ростер омолодили к тем кто уже в прошлом сезоне получал практику в основе добавили братьев и арут клавдиева хоккеистов имеющих потенциал к развитию и захвату лидерских позиций если это будет получаться состав солигорчан будет плотным и равно опасным для конкурентов прослойки нету средне то есть либо возрастной либо молодой мы так и стараемся в комплектовать пятерки пары защитников тройки нападений чтобы было в каждой по молодому также взрослому дядьке в обороне скажем так молодой напарник для того чтобы они учились но при этом взрослые хоккеисты скажем так они должны выполнять тот объем работы и те задачи которые мы им ставим правильно для того чтобы росла молодежь чтобы был скажем так сплав молодости опыта и мы шли к результату 1000 2002 3 год их но и их надо их нужно растить значит их нужно тренировать их нужно учить видео постоянно задаваем отдельно всегда тренировки проходят то есть у нас мы их хватает куча там льда когда мы посвящаем именно им время то есть для развития их там можно набрать суперзвезд и ничего не выиграть да то есть как бы мы это тоже проходили поэтому но нужно доверять это не будет все вот так на раз и на даже на два но это не снимает ответственности не с меня ну как главного тренера то есть это дальше уже моя задача объединить молодых возрастных и выиграть чемпионат сходу стать победоносной команды у шахтера не получилось как известно соликарчане очень плохо выступили в кубке солей а заняли в своей группе и во всем турнире последнее место показав при этом малорезультативный хоккей трудности роста и удача очень сильная неудача ударила по самолюбию по моему точно но я думаю по командному и не та ситуация что мы не хотели его выиграть мы хотели выиграть мы работали 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 то есть как бы ну скажу так есть мы знаем почему и что нужно исправить мы очень много-много тренировались да про ну хорошо отличный сбор минске много нагрузки и много льда под этой хорошей скажем так темой мы сработали кубок дубка и потом мы решили что нужно немножко спустить и тогда мы вот так вот получилась немножко обратная ситуация что молодые хоккеисты не смогли стать лидерами в этих играх имея запас энергии а возрастные хоккеисты может быть чуть-чуть получается попали в такую передрягу плюс к тому там но не забили не забили нам забили но психология опять же сработала у нас было там по две по три тренировки в день то есть по два льда в день по три даже льда в день то есть нет но это скорее всего сказалось что сильная нагрузка мы не относились это как к пресезонному турниру это все равно были амбиции мы хотели выйти в финал четырех но получилось как получилось уже поэтому я думаю что это только сплотит а не разладит как команду я думаю что только сплотит должны будем работать над ошибками провести что не получилось и уже в сезоне чтобы этих ошибок не было ярослав чуприс после нескольких лет ассистентской работы впервые самостоятельно готовил команду к сезону и стартовавший чемпионат для него серьезный экзамен проверка его тренерских умений от них во многом будет зависеть результат шахтер надо суметь объединить хороших игроков общей целью и это то что не получилось сделать у его предшественников сила в команде эта команда будет главное чтобы был как сплоченный коллектив от коллектива я считаю всегда очень многое зависит что у нас очень хорошая команда и я думаю ближайшие месяц-два мы выйдем в пик я думаю что мы сейчас играем процентов только на 70 команда сейчас новая еще таких состыковок нету грубо говоря сыгранность появится лучше я думаю гораздо больше голову будет потому что есть люди которые могут решить не у нас более менее сбалансированная команда просто я думаю именно так у нас очень должна быть хорошая но хочется лучше чтобы ребята которые легионеры в данный момент чтобы они были лучше они могут лучше это братья гимбатова ну ахмеда была травма долго травмирован до сих пор топовый защитник наш кузьмин денис который но надеялись на него очень сильно он уже с кубка дубков у него травма павел медведев на просмотре две игры два гола есть молодой нападающий поранен 2000 года может быть лучше опять же пока в силу своих лет скажем так не уверен в каких-то действиях но но к но но есть хороший бросок праворукий не дурак гриша желудаков до защитник опытный защитник с большим опытом игры в кхл дядька такой сто процентов они будут лучше мы пока еще не на том скажем не разогнались по полной шахтер сохранил за собой статус фарм-клуба минского динамо и список игроков которые могут помочь команде в регулярке и даже хуев обширили это например алис это важный аспект способны сделать солигорчан главными фаворитами чемпионата но даже без них добираться до полуфинала команда обязана чуть позже вас ждет еще одна визитная карточка пока же давайте пройдемся по результатам недели и заглянем в таблицу экстра лиги заставили ли первые туры удивляться с нынешнего сезона календарь белорусского чемпионата имеют одну важную особенность по большей части команды будут играть так называемые спаренные матчи то есть встречаться с одним и тем же соперником два раза подряд с одним днем перерыва между поединками пока тренеры расходятся во мнении хорошо это или плохо время оценок такого новшества перейдет позже пока же на рубеже прошлой и текущей неделе клубы впервые испробовали такой формат и сразу же пяти командам удалось добыть максимальные четыре очка в этих встречах среди них гродненский неман который дважды на родной площадке одолел динамо молодечно 72 в воскресенье и 21 во вторник отметим что сразу четыре гола в этих матчах забросил павел боярчук возглавивший благодаря этому снайперскую гонку экстра лиги результативен был и вячеслав андрющенко который с шестью баллами является на данный момент лучшим бомбардиром начавшегося чемпионата как мы предполагали сегодня будет очень такая тяжелая игра потому что соперник накануне потерпел крупное поражение он перестроился и сыграл очень здорово самоотверженно и даже где-то нагло я бы сказал молодцы ребята выдержали этот удар и победили динамо молодечно хуже всех с трех поражений стартовала в сезоне и замыкает сейчас турнирную таблицу и спешно ищет варианты для улучшения ситуации на днях было объявлено что команду пополнит российский форвард с именем и богатым кхл-овским прошлом денис кокарев впереди у молодеченцев два поединка с лидой хорошая возможность чтобы показать сиюминутность проявляющихся проблем плохи турнирные дела и у гомеля который после трех туров обосновался на десятой строчке вначале подопечные сергея стася уступили по булитам витебска а затем дважды спасали перед юностью пусть и в борьбе 1-3 и 1-2 у минчан хорош в стартовых встречах молодой нападающий одре павленко забивший уже два гола и сделавший три передачи с трех виктории вошел в сезон химик вслед за молодечно он дважды выиграл у бреста также по 6 очков дабыли шахтер и витебск в ближайших турах они встретятся между собой единственной парой которая поделила очки стали локомотив и металлург они обменялись победами по булитам если нахождение остальных волков в верхней части таблицы привычно то аршанса в начале чемпионата приятно удивили вскоре им играть с химиком кто докажет что удачный старт вовсе не случайность смотрите ближайший вторник на беларусь 5 следующей командой который мы сегодня поговорим будет лида задача рыцарей на сезон формулируется просто подняться со дна смогут ли слово нашему обозревателю леониду ликаревичу тренеру юрию чуху и игрокам пытаться избавиться от ярлыка аутсайдер лида будет под руководством нового рулевого летом команду возглавил юрий чух специалист который несколько сезонов достаточно успешно трудился в польском чемпионате и дождался возможности применить накопленный опыт на родине ну естественно конечно любой тренер мечтает вернуться именно на высший уровень и что-то доказать показать что все таки ты чего-то стоишь здесь и в другой момент что я набрался больше опыта побывал там за границей посетив там много мест поговорив с тренерами европейскими и где-то подобрал у них я больше ушел немножко другое русло именно в плане подготовки плане тренировочного процесса где-то больше делал акцент на взаимодействие с партнерами меньше этих бегов именно на предсезонных подготовки именно на да мы очень работаем на тактическом плане последние годы где работал все очень хорошо работала хорошие ребята были хорошую игру показывали и хотелось бы именно здесь то же самое как-то воплотить это в жизни ну поменялся подход к тренировкам то есть наверное где-то больше работаем ну побыстрее что ли сказать все время заставляет выкладываться на тренировках это раз заряженность на ворота это два ну и в третьем в игре именно всегда стараемся играть ну не откатываться всегда прессинговать то есть требует нас от этого играть в более активно хоккей у прошлогоднего последнего места рыцарей была первопричина денежные проволочки именно они всего за несколько лет обратили крепкого середняка в твердого андердога что сейчас говорят стало лучше хотя конечно все равно приходится ходить по полу завистью поглядывая на потолок других команд имеем ввиду зарплатную ведомость руководство именно города пообщавшись с ними они уверены что все будет хорошо и в этом плане уже не таких вариантов как было в прошлом позапрошлом году не повторится как уже в прошлом году в интервью говорили да у нас там ребята отвечали на вопросы то что ты думаешь не о том как сыграть о том как покушать да сейчас конечно все это более-менее наладилось да у нас появилось и питание и своевременные выплаты то есть но в этом плане пока все хорошо работал там в торуне и взял также команду практически с последнего места и то что я там вывел тому их там в топ команду ну по крайней мере он приложил много усилий для того чтобы команда играла сейчас на высоком уровне конечно же я верю какой-то там сиюминутный результат но все равно за два месяца не построить команду нужно где-то кое-что менять именно в структуре должны мы создать коллектив именно не то что между собой коллектив в команде а еще коллектив именно начиная сверху в сверху шки каждый должен делать свою работу и качественно делать свою работу чтобы двигаться дальше каких-то достигать результатов состав рыцарей в межсезонье существенно обновился что впрочем стало обычной практикой для лиды как и то что больших игроков заманить сюда не удалось правда на сей раз позитивный момент в том что легионерские квоты закрыты не котами в мешке как ранее а теми хоккеистами которые хорошо знакомы главному тренеру по работе в польше именно эти россияне призваны стать движущей силой команды я вы как знаете взял своих ребят которые у меня играли я в них верю до сих пор не буду верить где-то может не получаться не получается у них потому что все таки также было и второе не потому что они приехали и получилось так что новая лига им надо немножко времени чтобы привыкнуть чтобы именно адаптироваться в ней также и здесь у нас много ребят которые не играли на этом уровне здесь более системные команды не играют такой некоторые играют в атакующий хоккей некоторые больше в оборонительный и то есть им надо время немножко чтобы привыкнуть было там несколько предложений но остановились на виде потому что еще раз говорю с юрий николаевичем знакомы со всеми так скажем заданиями которые нужно делать ну то есть легче адаптироваться да если честно сложно как-то сравнивать потому что но все равно чемпионаты разные я думаю что в белоруссии наверное более более тактический хоккей то есть команды мне кажется более чуть-чуть обучены в плане именно игры в обороне в плане построения обороны а в польше он наверное еще более агрессивный наверное чуточку быстрее и я знаю этих ребят я знаю как они ведут себя в коллективе я знаю что они что они могут я знаю что что никогда не в трудный момент не подведут в кубке солей команда держала две победы над неманом и молодечно при трех поражениях и заняла в своей группе предпоследнее место в чемпионате рыцари стартовали с гостевой победы над могилёвым затем последовали два проигрыша шахтер мы немножко изменили именно игру мы больше играем в атакующий хоккей ну конечно же у нас немного не хватает именно контроля шайбы мы по движению по всему принципе мы не уступаем вот именно даже не могу сказать в организации игры а именно в контроле шайбы именно опять же большинство которое у нас выпадает полностью выпало а так по самоотдаче по всему по коллективу мне просто вопросов нет будем растить ребят которые есть и может быть к ним придет уверенность и они все-таки сделаем так чтобы они научились побеждать решить задачу по выходу в плей-офф лиде будет очень сложно состава большинства прямых конкурентов на бумаге посильнее с последнего места команда уйдет но недалеко хотя если доукомплектоваться то зацепиться за десятую проходную позицию станет возможно сейчас мы можем так хорошо играть ну проигрывать один-два-два-три понимаете именно для такого что какие-то задачи выполнять что-то делать нам именно нужно такие добротные хоккеисты именно не говорю много их нужно пару-тройку игроков для того чтобы именно сбалансировать именно эту прослойку на между молодыми и такими игроками которые более уже мастеровитые у нас стоит задача попасть в плей-офф и я думаю что по тем играм которые мы сыграли это вполне реально и мы будем бороться в каждом матче даже посчитаем сейчас видно что игры то все они более менее ровно этом одну может максимум там две шайбы это значит что со всеми можно бороться и со всеми можно брать очки мы будем биться за восьмерку цели поставлены они такие глобальные чтобы там никаких там медалях и речь не идет на данный момент мы хотим просто попасть плей-офф и все на сегодня это все смотрите овертайм каждую пятницу на беларусь 5 и обязательно встретимся на ледовых аренах вы узнаете меня по глазам полным страсти к хоккею пока и и